Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа по существу. 13 августа этого года основной оператор эфирного телерадиовещания в нашей стране российская телевизионная и радиовещательная сеть отмечает 20-летие. И сегодня у нас в гостях директор филиала РТРС в Чуваши Дмитрий Авербах. Дмитрий Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Валерьевич, а как так получилось, что вы отмечаете 20-летие, но РТПЦ, которое гораздо больше известно, уже 60 лет? Ну, знаете, РТРС это очень уникальное предприятие. Возможно, сегодня буду это слово повторять неоднократно, но так на самом деле и есть. РТПЦ это уникальные объекты, это уникальные технологии, это уникальная сеть, построенная, сеть цифрового телевидения, построенная в 10-е годы. И история у РТРС тоже уникальная. Если сделать небольшой экскурс в историю, то телевидение Чувашской Республики отчитывает свою историю от даты 16 октября 1961 года. Это когда был подписан акт приема и эксплуатации Чебоксарского телецентра. Ну, соответственно, 60 лет Чувашскому телевидению в этом году можно будет отметить в октябре. Такие телецентры создавались во всех регионах, они развивались в системе Министерства связи Советского Союза. В 90-е годы все эти телецентры, тогда уже ради телевизионной передающей центры региональные, стали самостоятельными предприятиями. В каждом регионе был свой РТПЦ, по-разному складывалась судьба этих РТПЦ, но время было тяжелое. И в начале 2000-х, в 2001 году, в августе, был издан указ президента Российской Федерации Путина о создании единого предприятия, РТРС, который объединил все эти региональные ради телевизионные передающие центры. Если говорить уже с позиции сегодняшнего дня, то можно сказать определенно, что такой масштабный проект, как строительство, реализация федеральной целевой программы развития телерадио вещания в Российской Федерации и строительство сети цифрового телерадио вещания, невозможно было бы реализовать, не создав такое мощное предприятие. Дмитрий Валерьевич, я правильно понимаю, что все-таки 20-летие и РТРС связаны больше с эпохой цифры? Совершенно верно. Нам есть чем гордиться, потому что реализация этой программы была признана очень эффективной. Что такое было вещание телевизионное до реализации этого проекта? Как известно, работали в эфире аналоговые телевизионные каналы. Их было достаточно ограниченное количество. Если мы возьмем в качестве примера нашу Чувашскую республику, в среднем 5 телевизионных каналов работало в нашей республике. Ну что такое в среднем? То есть в Чебоксарах это было больше 10, а в районах республики... Максимум 3. Ну 3, может быть 4. Во многих населенных пунктах могли принимать только 2 телевизионных канала. Сейчас, после реализации этой федеральной программы, гарантированно минимум 20 телевизионных каналов, что важно отметить, общедоступные, без абонентской платы в эфире, во всех регионах, и в Чувашской республике в том числе, присутствуют в эфире. Более 99% населения республики охвачены в результате этим вещанием. Хотя федеральная программа предусматривала в качестве целевого показателя 95%. Ну, это замечательно. Как изменились вообще условия работы, может быть, вообще ситуация в целом? Ну, естественно, если говорить о технологиях и о людях, ну, естественно, это все очень тесно взаимосвязано. Технологическое предприятие полностью обновилось, полностью изменилось. На сегодняшний день 42 объекта цифрового эфирного телевидения включает в себя аэротеревизионные передачи центра Чувашской республики. Из них только 14 объектов – это объекты старые, которые были модернизированы и продолжают сейчас работать. То есть, считайте, в три раза количество объектов увеличилось. Но при этом количество персонала осталось практически прежним. Потому что цифровизация телевидения позволила, помимо организации непосредственно самого вещания, еще и организовать, построить систему удаленного дистанционного контроля, мониторинга, управления сетью, которое позволяет прямо из Чебоксар контролировать и управлять сетью. Контролируется огромное количество параметров, дистанционных можно менять, включать, отключать. Специальные профилактические группы выезжают для того, чтобы обслужить объекты. В случае необходимости осуществляют ремонт. Все наши специалисты прошли обучение в ведущих профильных вузах страны. В частности, наши специалисты обучались в МТУСИ. И это обучение, постоянные тренировки, постоянная техническая учеба продолжается в настоящее время. РТРС и национальная телерадиокомпания «Чуваши» – давние партнеры. Вот сейчас как развивается радиовещание в республике? В 19-20-м годах, мы уже все знаем, был реализован очень масштабный проект по увеличению зоны охвата вещания национальным радио и Таванрадио. Этот совместный проект по инициативе правительства республики позволил увеличить охват населения до 97% вещанием этих радиостанций. Ну, это что, если говорить о национальном радио. Вообще, на сегодняшний день на объектах, с объектов филиала транслируется 18 разных радиопрограмм. 44 передатчика работают в FM-диапазоне. И 15 программ вещает с башни в Чебоксарах. Ну, на сегодняшний день там уже стало тесно от антенн. Мы занимаемся сейчас модернизацией антенного хозяйства. Эта модернизация позволит улучшить качество радиовещания, в первую очередь в Чебоксарах, увеличится охват и позволит создать нам базу для дальнейшего увеличения количества радиопрограмм. Я так понимаю, что модернизация антенного хозяйства – это один из проектов, которыми сейчас занято РТРС. А какие еще направления? Если говорить непосредственно о дальнейшем развитии цифрового телевизионного вещания, то на сегодняшний день уже существуют вполне реальные и реализуемые проекты по внедрению телевидения высокой четкости. HD – опытная зона, такая работает в Москве. Внедрение каких-то интерактивных сервисов. Тоже уже телезрители, я думаю, обратили внимание, появилась возможность в каких-то программах, в каких-то каналах голосовать. Здесь все зависит от востребованности рынка, от желания, возможностей телекомпаний. Если говорить о других направлениях развития, то РТРС, и вся инфраструктура РТРС уже сейчас задействована в реализации программы цифровизации России. К нашим вновь построенным объектам прокладывается линия оптической связи. Существует программа совместная с Ростелеком. На наших объектах размещаются базовые станции широкополосного доступа для организации подключения к интернету социально значимых объектов. В дальнейшем возможны реализации таких интересных проектов, как цифровизация промышленности посредством интернета вещей, транспортная телематика, аэронавигация, мониторинг окружающей среды в интересах экологии. То есть достаточно широкий спектр интересных направлений деятельности. То есть вы, получается, расширяете свой профиль? Естественно, жизнь на месте не стоит. И стоит на месте РТРС. Спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был директор филиала РТРС в Чувашии Дмитрий Авербах. Спасибо за внимание. Всего доброго. РТРС-Чувашии Дмитрий Авербах РТРС-Чувашии Дмитрий Авербах